здравствуйте дорогие и уважаемые зрители да благоволит к нам господь с вами джон клюкер и гриба бас сейчас будет гиг обзор фильма 50 оттенков серого с гриба басом ну где-то мы часика два назад его посмотрели да где-то так вот ну первым начинает рассказывать про фильм гриба бас в общем я что скажу там мой самый этот парень он был очень богатый миллиардер там такой дворец дом такой там все было отлично но он полюбил одну девушку и короче там такая была комната там пытки на все там и инструмента все такого была штука такая он был богатый но как и типа того он тело как бы такой как жестокий типа того что-то в этом роде но был нормальный зашли к нему в этом в дом шли там много машинам что 5-6 машин а где-то машина он все говорит я так удивился свой шофер был мать осон была там все так все было богатненько так у него вот еще какая штука они едут на машине но он жену пригласил ну как девушку это короче и такой дом другой вертолет он сам сел за руль и они вместе полетели там девушка была аж в шоке красиво это все было мне это понравилось отлично ну еще у него был свой шофер он увозил детей куда надо как все было отлично но он и сам машину водил хорошо его бас ящики так нескольких вопросов чтобы зрителям было понятно вот вопи но вот но потом я сам буду рассказывать про фильм уже своими словами как я его понял этот фильм в общем вот скажи мне там стоит смотреть этот фильм или нет стоит посмотреть я бы еще посмотрел раза два-три я посмотрел бы этот фильм мне понравился смотри-ка три раза это значит он тебе понравился и еще какая штука там сам режиссер фильм заснял красиво и там все правда как говорится так оно наверное по жизни и есть вот и там все отлично ну еще какая штука вот он все скрывает даже мать его родная не знал что он есть комната такая а кто бы другой знал его бы точно бы арестовали бы наверно мне так кажется такая штука ну еще какая штука что мне что кажется он когда занимались женщинами он записывал всякую когда что к чему как-то образно все как дьявол все записывало мне вряд ли нет что он там записывал тетрадку это вряд ли наверно это наверняка бы показали но это значит стоит его посмотреть да я буду еще раз затоябиться по самой же фильм ну фильм только для взрослых понятно я внимание Маленький, мне уже 51 год. Нет, ты зрителям скажи, что... А, ну фильм только для взрослых, да, фильм только для взрослых. Что тебе понравилось в фильме и что тебе не понравилось? Ну понравилось мне то, что у него было... Он сам был миллиардер, он был очень богатый и был очень молодой. Он заходит, там все, машины стоят. А девушка говорит, где эта машина? Он говорит, все. Я понял, машины такие были отличные, они стоят, куча денег. А что, или еще что-то понравилось? Что у него был свой вертолет личный. Вот что. Вертолет и это там, ну как-то... Красиво жить не запретишь, да? Да, красиво жить не запретишь. Так оно все получается. Получается фильм «Искушение». Выходит так. Значит, он в этом плане плохой фильм, нет? Выходит, да. А это... Вот, кстати, ну вот мы пришли, что в чем плохого. Хотя, может быть, почему человек не должен хорошо жить богато, да? Ну, в принципе, да. Человек должен жить здоровым и богатым. Все правильно. А, ну вот, что не понравилось там в этом фильме? Ну, никто не понравилось. Он сюда заходит, они идут так, ну так, в доме. А там дом такой, там столько комнат. А он ничего девушке не говорил. Захов в комнату, там такая, комната пыток. Там все, все лежит. То есть, тебе не понравилось вот это его увлечение, да? Сексуальное вот это увлечение. Да. Ну, еще что-то будешь говорить? Да нет, вроде все вот это. Ну, теперь я буду рассказывать про фильм. Ой. 50 оттенков серого. В начале, ну, этот фильм, даже вот когда мы смотрели с Грибобасом, он был для нас, этот фильм, забавным насчет тех моментов, где там вот это было связано с его этими сексуальными утехами, этого Кристиана. Просто там эта героиня, Анна, там спрашивала, а что мне с этого, ну, какая польза мне от этого будет? Ну, он там отвечает на вопрос там, и потом, какая польза тебе, там, ну, тебе будет от этого? Ага. Там потому что он с ней, ну, в общем, надо было подписать договор, что она добровольно согласна на вот эти, ну, так сказать, сексуальные утехи. Угу. Вот. В начале как бы смотрел, интересно было, забавно, а потом под конец фильма, ну, понял, что это как бы, знаешь, это вот, ну, это я Грибобасу как бы говорю, ну, и для вас, знаете, Да, 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 да. Как бы это, ой, как это сказать-то? Ну, для ознакомления интересно посмотреть. Как бы это поверхностное, я знаю, что вот есть такие вот, ну, тип людей, которые вот им нравятся. Ну, он, получается, мазохист, да? Да, 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 да. Мазохист? Угу. Вот. А она от него ждала, чтобы он в нее, в принципе, влюбился, так ли? Да. И она в него влюбилась. И она в него влюбилась, да. Но она-то ждала большего, она ждала, чтобы он, это, ну, стал ее мужчиной, ее мужем. Да. Да. А он зациклился на этом вот, на своей, на этой вот этой сексуальной своей фантазии. Ну, то он там ей объяснял. Там это как-то называется, вот это именно сексуальное, вот это, как сказать, ну, как его назвать, отклонение или не отклонение. Ну, типа того что-то. Вот. И вот он на этом зациклился и, в общем, там такой конец еще фильма непонятный. Но в конце фильма она, короче, там это смотреть, не будем рассказывать, что как там получилось. Да, да. Конец фильма немножко как-то непонятный. Угу. Вот она в конце фильма уходит от него и потом, ну, в лифт садится, говорит это имя его, крестьян, а она говорит, ой, а он говорит, Анна, и как вы, ну, и заканчивается фильм. Так что там неизвестно, что там дальше будет. Может быть, они все-таки станут жить вместе, может быть, их вот эта любовь изменит его отношение к сексу. Да, 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 да. Потому что там в конце произошло, он, короче, она ему разрешила сделать самое, как сказать, страшное, да? Да. Ну, вот что ему нравится в сексе эти. Ну, вот он сделал это, ей это не понравилось, потому что она не это, не сада-мазохистка. То есть, да, не мазохистка. Он не интересен тем, что вот именно, как бы, режиссер сделал так, что зритель может додумать сам там, может быть, у них все сложится нормально, они станут жить вместе, вот, ну, он исправится в плане секса, перейдет на ее сторону, то есть, она любит такие отношения, как вот обычный муж и жена, так сказать, ну, так сказать, классические отношения в сексе. Да, типа того, что-то. Вот. Что же еще хотелось? А еще, Джон, еще, она же как, он же сам же был миллиардер, очень богатый был, имел же власть большую, он имел-то. Она была просто рабочей, короче, но она уже, типа, как командовала, ты куда сделать то там, вот такая штука была. Она почувствовала, что, она почувствовала, что он к ней привязан, что он ее, ну, что она ему, то есть, нравится и, ну, и она стала, естественно, немножко так управлять им. Да. Вот. В общем, такие дела. Кстати, там, может быть, будет, можно, как бы, сделать и вторую часть, ну, вторая часть, как бы, знаете, уже, не знаю, ну, можно сделать вторую часть, в принципе, можно. Нет, я посмотрел. А, еще у меня, ты знаете, дорогие зрители, какое мнение сложилось после этого фильма, вообще, я так понял, вообще фильмы рассчитаны на того, на то, чтобы завлечь зрителя сюжетом, так? Да. Завлечь зрителя сюжетом, чтобы зрителю было интересно посмотреть и чтобы собрать хорошие кассовые сборы, так? Да, да, да. Вот здесь режиссер добился своего. В принципе, интересный фильм, можно посмотреть. Фильм интересный. Я думаю, он заработает много денег. Наверное. Так оно и есть. Так что, насчет денег, этот фильм, я думал, режиссеру удался. Да. Для нас, для зрителей, это как знакомство в таких вот оттенках секса, которые бывают у людей, да? Ну, все, в принципе, вот что я хотел сказать об этом фильме. Нет, ты правильно сказал. Знаешь, Джон, я вообще посмотрел кино, посмотрел об этом кино. Не, я посмотрел, мне одного раза хватило. Ну, а что, что его пересматривать? Нет, попозже, попозже. Ну, и смысл, зачем его пересматривать, скажи. Ну, я все понял, в принципе, все так это. Что там пересматривать? Ну, там все понятно, да. Вот. Как бы, знаешь, история такая, вот, ну, и что там. Я не знаю, я такого типа, вот, один раз можно посмотреть. Понятно. И как бы, ну, и так, мы, допустим, с Александром там, это, нам в некоторых моментах, в моментах было это, весело даже, как смотреть это все. В их отношениях, в этих сексуальных играх, короче. Так, дорогие зрители, все, на этом обзор закончен. Но сейчас я еще, это не конец фильма. Нашего обзора. Я еще сейчас в конце один ништячок покажу на поселке Южном. Меня один подписчик попросил показать фильм. Ой, фильм. Домик один. И, пожалуйста, ну, я оставлю комментарий. Я напишу комментарий, да, это ништяк. И ставьте лайки, если это действительно ништяк. Ну, и там, не ставьте лайки, если там, это не ништяк. Сейчас я тут покажу кадр, вы все поймете. Отлично сняли, Джон, мне нравится. Так, мы идем с места съемок. Еще один вопросик к Грибабасу. Грибабас, а вот, в принципе, это же, наверное, какой-то развратный фильм, нет? Нет. Почему? Ну, пока на его все вот такие, ну, как, пытки, вот сейчас сколько такая, да как. Не знаю, как делать. А вдруг кому-то тоже так захочется? Не знаю. Ага, вот так вот. Так же я... Меньше знаешь, лучше спишь. Да, в принципе, все правильно. Вот так вот. Все правильно. Сейчас мы еще пока не дошли до того ништяка. Грибабас, мне что-то на смех пробило. Я так понял, из этого фильма ты хочешь себе вертолет, так? Нет. Нет? Нет. Ну, нужно учиться летать. Ну, я в институте, типа того, а я бы там... А если будет у тебя свой этот, как его, пилот? Это да, это я бы за. Вот, значит, ты хочешь свой вертолет? Хочу. И гараж, чтобы было штук семь машин, да? Ну, штук семь, ну, хотя бы две, и то ладно, бля. Грибабас. Да? Еще вот хочу вопрос, что-то вот так сейчас вот мне так, это... Вот если бы ты был бы режиссером фильма, ну, режиссер, то есть, ну, снимал бы какой-нибудь фильм. Ага. А на какую бы ты бы фильм, на какую тему ты бы снял бы фильм художественный? Ну, какой, ну. Ну, типа, как вот, как он называется, где вот любовь и много драк. Вот как этот фильм заказывает? А, любовь и много драк? Да. Как это он назвать? Это обычно, да, индейские фильмы вроде бы. Вот у них, да, вот у них, вот типа как, месть, закон, фильм, что мне нравится, там любовь, месть и закон. Ой, я что-то не помню такого. Не помнишь, там, короче, был мужчина и была женщина любимая. Вот, и... А там был мужчина, ну, молодой, главарь мафии. Вот, и он над ними как, типа, как издевался. А там была банда, там большая банда была. Они там такие скалы были. И такие камни, большой камень такой, там нет, он на пяти. А я пускаю бутылки, и он на нее танцует. Она танцевала, принесла бы, он танцевала. А это парень... Ну, ладно, все понятно. Вот. Это мы уже отвлекаемся. Ага. Так, дорогие зрители, вот мы дошли до этого ништяка. Вот, смотрите, фиолетовый дом. А-а. Я что-то, кстати, не обращал внимания, вон, оказывается, еще второй. Ага. Или это сарайка, или нет, дом тоже. Там баня сама. Не-не, похоже, как домик, или баня. Баня, баня сама. Ну, необычный, да? Угу. Вот, если вам понравился цвет домика вообще такой, ставьте лайки. Все, спасибо за просмотр. До свидания. Скажи пока-пока. Пока-пока. Грибобас. Да. Решил еще немножко снять. Я сейчас вот ушел с Грибобасом, но оказывается, выяснилось, что у Грибобаса фанат индийского кино. Нравятные фильмы индийские. Так ты так и скажи, индийское кино рулит. Индийский кино рулит. Очень хорошая штука, между прочим. Мне фильмы индийские нравятся. Я бы смотрел один за один фильм. Я фильм посмотрел, не буду врать, но я смотрел около 30 фильмов. Даже если не больше, я бы еще смотрел, потому что мне фильмы нравятся индийские. И что мне нравится, там сами артисты. Они играют в кино и поют песни. О, что мне нравится. Мне что-то как-то индийские фильмы не нравятся. Ну, да кому как, видимо. Знаешь, что-то вот, ну смотрел я, как бы, когда вот был еще помоложе. А сейчас вот даже и смотреть не хочу. Понятно. Ну и что, какая штука. Вот что мне нравится. В Индии уже мало артистов. Там до всего 5-6. Да мне кажется, у них там целая киноиндустрия этих фильмов. Ну, они фильмы-то снимают. Ты же не в курсе. Не, ну я немного в курсе. Там человек около 7-8 мужчин и так, что около 6-7 женщин. Не, ты не в курсе. Это может раньше такое было. Он раньше был, раньше. Не, сейчас, наверное, там целая киноиндустрия. А, ну, возможно, так. Вот. Все, спасибо. Или что, ну говори. Вот и они писали фильмы хорошие. Ну, они фильмы по 2 серии. Все фильмы по 2 серии. Но они фильмы ставят хорошо. Мне нравится это. Там что прикольно, это вот раньше. Я не знаю, как сейчас может у них изменилось. Это драки-то, знаешь. Как бы это. На метр. Кулак не долетает, да. Они такие звуки. Вот это красиво. Это прикольно. Это красиво. Все, пока, что ли? Да, все, пока. Пока-пока. Саня, что такое? Что случилось? Меня пробило, потому что на смех меня. Отличная штучка. Спасибо тебе большое. Отлично все. От зерна я смеяться устал. Почему так не знаю я. Ну, видимо, солнце, весна. Наверное, наверное. Сейчас зашли в подъезд к Грибовасу. Здесь проводят ТТК. Новый интернет. Вот, дыряют, короче. Вот, смотрите, еще обзор. Еще и новости получились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Договорот, DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok